усил закрыт доступ бизнес тариф в общем работа не бережа чего стоит мне бороться операции за тариф бизнес в яндексе я пока не знаю ну эксперименты же подготовился видите я уже в галстучке что же вы яндекс такси вы делаете здравствуйте я выхожу пар не уйдете друзья всем привет и добро пожаловать на таксично развлекательный учебно-познавательный канал о работе в такси и не только под названием акриста ну а меня зовут олег как всегда краткое обсуждение комментариев оставленных мне под предыдущим видео обложечка к нему вот здесь вот будет мне понравился комментарий зрителя сергея смирнова в котором он сказал что я сделал правильное замечание молодым людям и в принципе он не берет заказы бенштейна и вообще не возит таких пассажиров с недавнего времени это стал делать и я если принципе у вас все нормально с этим то конечно я никому не советую этого делать а работать все как прежде как по-прежнему то есть не применять таких вот мер лично я для себя решил что таких молодых людей я возить не буду но злачные места вы знаете они повсюду весь центр вечером кишит такими людьми и молодыми людьми которые крайне негативно ведут себя в автомобиле и так напоминаю что я сейчас выкладываю еще короткие видео шорт видео прошу обратить внимание подписаться на мой инстаграм и в принципе чтобы быть в курсе моих новых видео прошу подписаться на канал оставлять комментарии ну а мы переходим к просмотру ролика в котором вы увидите за что меня заблокировал яндекс и как меня разблокировали здравствуйте поддержка яндекс и меня зовут елена какой вопрос здравствуйте а мне пришло сообщение о том что я завтрашнего дня заблокирован в тарифе бизнес по результатам проверки тайного покупателя хотел бы узнать что не так что в моем дресс-коде не так все информации вы можете увидеть в приложении в меню в отчете более детально возможности одеты не под риск коду что у меня не так со стандартами сервиса вы можете ознакомиться на официальном сайте яндекс про я понимаю что я могу ознакомиться у меня конкретно по проверке у вас есть видео фиксации того что я одет не под риск коду в частности более детально уточнить не можем почему я их соблюдаю стандарты сервиса я соблюдаю я полностью одет под риск коду что вашему тайному покупателю показалось что во мне не так конкретно вот вопрос вам что непонятно в этом вопросе стандартами сервиса ознакомьтесь на сайте ну то есть проверки не было до за знакомьтесь со стандартами сервиса в общем и меня заблокировали как вы уже поняли за несоблюдение дресс-кода конечно вам сейчас не видно ну ладно да но я не лень камеру просто снимать на мне белая рубашка черная куртка холодное время года она разрешена сейчас у нас плюс 15 я могу в принципе работать в куртке и в рубашке и в брюках и в туфлях собственно что у меня не так но как вы видите яндекс продолжает пробивать свои днища и даже поддержка не хочет разговаривать с ни с кем ну что делать ну ладно здравствуйте данил меня зовут олег мне пришло уведомление что у меня доступ в бизнес будет закрыт хотел бы уточнить а как его возобновить у вас сейчас закроется тариф и там будет у вас повторная ссылка на повторное прохождение тестирования вы сможете его пройти и возобновить а сейчас а сейчас я прям сразу не могу пройти повторное тестирование или это ничего не даст то есть мне в любом случае нам дождаться пока закроет доступ в тариф правильно я понимаю и пустой дальше только после первое тестирование происходит станционно потом подтверждение нужно будет проехать центр для водителей возможно из-за пандемии в какие-то ограничения возможно он тоже будет проходить дистанционно но по правилам сервиса в данный момент по приходится центр для водителей яндекс а у нас здесь на сороковнички стоит машинка уже третий день с камерой такой знаете все едут 40 ну в общем я вышел на линию и у меня доступ закрыт пишет включите хотя бы один тариф вот времени сейчас 8 58 написано что запись начинается с 10 часов ну что вот я прошел тест очень быстро за пять минут собственно говоря ну потому что там проходить нечего я все знаю насколько вам понравился курс обучения странный вопрос не насколько 4 балла вся информация была понятна все понятно нужно ли что-то добавить в обучение на ваш взгляд нет оцените оформление курса фотографии дизайн и другое 5 баллов завершить пусть у 27 числа у меня видеоинтервью в 10 часов даже не знаю что сейчас делать к плюс включать неохота положу может быть ситик и сегодня мне должно включить get буду наверное get возить комфорт плюс не знаю не очень охота ну короче что в два раза не вставать решил пройти тест на премьера элит но о чем не как-то пока доступа нету может быть будет час горит такая штучка записаться на тест может быть я успею не знаю с десяти часов по москве так далее нужен то и выше 485 загружается интерактив ну собственно начать чем сейчас буду проходить тестирование в общем пока мне до 27 два дня сегодня завтра ну и 27 10 часов 1 тестирование первое видеоинтервью по бизнесу и в 14 чем-то я скажу точно 14 30 у меня интервью с например вот катаю пока к плюс минималочка по комфорту поеду сгоняю в общем конечно есть плюсы и я не открываю дверь и выхожу прикольно в общем мы сейчас едем с большой конюшенной улице на невский проспект 106 мне даже интересно сколько можно сделать на к плюсе сейчас у меня сетик включен еще бизнес я думал минимал очки будут как-то приходить по стремительным но к плюс мне дает и дает что уже третья поездка блин я херел 309 рублей нахер выключу все комфорт плюс короче я выключу не хочу я катать вот таким ценам но пока во всяком случае ладно посмотрим ну эксперименты же включу сетик и жду гетов пришел мне заказе по сетику долго не было коротенький посмотрим сколько он стоит смену я не покупал поскольку ну такой рваный непонятный день то есть ну и связи с этим я не вижу смысла покупать смену поэтому езжу так движется наш день работы без яндекса я сейчас нахожусь на улице красного курсанта заказов очень мало я выполнил два заказа по сетику меня включил гет теперь я на линии пайету в общем работа небе лежачего здравствуйте меня зовут владимир и служба развития качества сервиса яндекс такси у нас с вами на данное время назначено видео интервью по восстановлению тариф бизнеса готовы уделить мне около 10 минут да конечно отлично для начала видео интервью пожалуйста продемонстрируйте ваш дресс-код чтобы было видно рубашку длинно рукава рубашки брюки и обувь но рубашку видите рубашку увидел длинно рукава увидел брюки и обувь пожалуйста сейчас можете просто развернуть и все да сейчас я выйду из машины подождите хорошо как вам удобно один момент один момент он указал 222 у меня в репорте только один несоответствие дресс-коду нет неизвестно в данном случае судя по фотографии на вас была куртка именно куртка а не классический какой-то элемент вернее одежды если мы говорим о стандартах сервиса когда с ней это куртка я понимаю что может быть холодно или еще что-либо в данном случае просто есть вот такие вот стандарты сервисы по которым даже даже вот такой элемент считает недопустимым есть просто что данная куртка она немного не классическая она классическая пиджачного типа я специально ее брал для для работы в такси к сожалению у меня ее сейчас нету я хотел ее показать я знал что вы позвоните мне ну ладно мы проехали как бы я понимаю что оспаривать в данном случае не то что оспаривать конечно соответственно мы прислушиваемся к вашему мнению но просто именно по крайней мере на фотографии кажется что она не совсем классического понятно что в этом случае конечно же определяет система в данном случае мы лишь на этот момент поговорили и поэтому в данном случае просто повторяйте на будущее может быть ее либо не использовать либо использовать что-то более классическое если конечно она это куртка у вас как вы говорите и второй момент это то что вы не предложили открыть дверь в конце поездки вашему клиенту именно не прозвучал вопрос то есть позвольте я открою вам дверь просто дело в том что этот вопрос может сохранить вам достаточно много рейтинга поскольку оно именно баллов рейтинга поскольку ваши клиенты могут иногда просто не дождаться там да например вы остановитесь скажем остегивайте ремень чтобы выйти из машины и как стандартно конечно же открыть дверь вашему клиенту но ваши клиенты то есть если вы не задали этот вопрос ваши клиенты могут просто сами выйти из салона автомобиля а далее соответственно уйти в освоясь и поставить низкую оценку ну чаще всего судя по статистике завиат тройки и четверки но соответственно как вы знаете прекрасно это может повлиять на вашу оценку и далее в комментариях напишет что водитель не предложил открыть дверь вот поэтому в данном случае хотелось просто вам напомнить что желательно задавать этот вопрос в конце поездки то есть позвольте я открою вам дверь хорошо но в данном случае поскольку больше ничего указано не было мы с вами должны обсудить стандарты сервиса вы готовы ответить на несколько вопросов безусловно отлично начнем мы тогда со стандартов как раз и поездки опишите пожалуйста ваши действия от принятия заказа до начала движения вместе с клиентом хорошо итак я получаю заказ двигаюсь по маршруту указаны мне навигатор до доезжаю до точки останавливаюсь фиксирую на месте выхожу из машины жду пассажира у правой пассажирской двери если идет дождь жду пассажира с зонтиком вижу пассажира открывая ему дверь помогаю разместиться в салоне занимаю водительское место кладу зонтик багажник занимая водительское место спрашиваю пожелание по маршруту по громкости музыки рассказывают теперь ну и это может быть и мои доработки я рассказываю о температуре за бортом и уточняю пожелание по маршруту если пожелание есть я их выполняю если пожеланий нет ставлю в общем ставлю курсорчик поехали и говорю сколько будет длиться поездка и сколько мы будем ехать собственно говоря и сколько до конца пути собственно вот вот такая процедура а как вы поймете что этот клиент именно вас я уточню по его адресу собственно говоря на улице это делать не буду буду уточнять это в автомобиле а почему это делается именно в салоне они на улице ну чтобы никто не знал из-за конфиденциальности поездки возможно там будут какие-то какие-то люди которые которым не надо знать куда едет этот пассажир все верно . появляется конфиденциальной информации также конечно далее следующий вопрос должен прозвучать о пожеланиях мы как раз и советуем водителям и подождите я договорю и далее мы написали это стандартных сервиса чтобы водители задавали как можно меньше дополнительных вопросов данном случае первый вопрос должен прозвучать так будут ли у вас какие-либо пожелания ну либо пожелания по поездке и далее только если вдруг ваш клиент немножко вас не запонял можете аккуратно уточнить но все же сейчас старайтесь задавать как можно меньше вопросов дополнительных вашем но я уточнил что я пожелание по поездке уточню но пожелание по маршруту подсказали желание более точно но это вопрос который относится только к маршруту далее вы уточняете еще что-либо поэтому в данном случае краски там хорошо и конечно один момент возможно вы это делаете на автомате на видео интервью по восстановлению тариф хотелось от вас это услышать на что в первую очередь вы должны обратить внимание при принятии заказа и даже после принятия заказа в вашем приложении именно на возможные пожелания и требования поездка комментарии комментарии это все же такой момент когда ваши клиенты могут указать да там может быть бустер может быть поездка в тишине а может быть не звонить клиенту и прочее прочее да и даже определенная марка автомобиля который шаг согласен артолик предлагаю перейти непосредственно ситуация которая возникали у водителей во время выполнения заказа ставим такую ситуацию что вы приняли заказ приехали на тот факт вам сделал клиент и вы начали поездку представим что это девушка и из первых минут поездки она начинает провоцировать ситуацию ничего я уточню пожелания во-первых если эти пожелания выполним и я их выполню все что относительно не относится ко мне именно прямых вопросов ко мне я буду продолжать движение спокойно в ну если мне не задают вопросов никаких а просто констатирует какие-то ситуации которые происходят вокруг я не буду никак реагировать то есть я спокойно еду по маршруту и выполняю все соответствии с пожеланиями по маршруту а если ваша клиент обратиться к вам с каким-либо вопросом он просто захотела поговорить про погоду вас простила если клиент обратиться ко мне с вопросом безусловно я поддержу беседу беседу я не буду начинать первый большое спасибо вам за ваши ответы результаты получите в этом это общение учитывая тот момент что у вас все же произошло восстановление доступа и сопроверки с нами покупателям а поэтому надо это рекомендую вам на нашем сайте ознакомиться с информацией по поводу поскольку как грустно любите даже из-за таких моментов возможно при отступлении доступа повторить да в принципе других вопросов у меня к вам нет благодарю за проведенное время всего доброго спасибо вам до свидания ну вот кратенько прошло интервью не знаю хорошо ли было слышно будем ждать в течение суток смс которое должно прийти ему не с доступом в тариф значит сейчас я поеду куплю себе галстук черный 1430 у меня другое собеседование для того чтобы получить доступ премиальный тариф что прошло буквально 20 минут и мне пришло сообщение о том что я восстановлю тариф так что буду начинать работать не знаю включу параллельно еще get попробую с детом поработать уж больно там все неплохо у меня включен сейчас get включен яндекс city mobile не включал пока в общем жду 14 30 посмотрим наверное смены сегодня не буду покупать хотя посмотрим в общем интересная ситуация как обычно с яндексом яндекс ну вот ни разу не вот никогда нормально ничего сделать не может в общем мне 14 я ждал долго интервью мне не в 14 30 позвонили мне позвонили где-то в 14 50 и сказали что два раза интервью проходить нельзя в общем в итоге я потерял время получил безрезультатный звонок все как обычно но ну Субтитры создавал DimaTorzok